В 15-м году мы совпали на оборудование с договорами. Предприниматель Ануар Сифулин вынужден обратиться за помощью в Нур-Отан. Возглавляемая им ТО ДОС-ИКа уже полгода не может получить деньги за выполненную работу. Заказчик ЖКХ Ордобасинского района отказывается платить за оборудование. Якобы победитель тендера не согласовал с ними установку российского оборудования. Нам не выплачивают деньги с сентября 2016 года, порядка 700 миллионов за подписанные формы по оборудованию. Это оборудование мы закупили в России, хотя бы нам предлагали его взять здесь. Мы отказались, потому что то оборудование, которое нам предлагали, оно было дороже и не отвечало качествам. В нашу пользу вышло два раза решение суда, плюс третий раз сейчас подали. То есть полгода не выплачиваются средства, ну как бы у нас люди работают, порядка 140 человек работают. У нас есть свои поставщики, которые на нас теперь в суд подают. Мы терпим огромные убытки, в связи с этим просто были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, в частности в Нур-Отан. Бизнесмену сегодня крупно повезло. Общественную приемную возглавляла депутат Мажелиса парламента Меруерд Казбекова. Чтобы выяснить, в чем все дело, она внимательно выслушала все стороны, изучила документы. Поэтому там серьезная оборудование. Вот эксплуатация 50 лет, 24 часа в сутки, 360 дней в году. И там сидит 600 тысяч населения. Мы как можем так просто относиться? Никто не говорит, что просто относиться. Поэтому вот эти все дела идут. Мы хотим, чтобы все было по проекту, технически подковано, чтобы этот оборудование действительно работало. Автор не дал согласия, но мы должны пройти эту процедуру. Завтра, знаешь, в этом месяце все это решится. И дай Боже, чтобы нормально решилось, и ты достроил этот объект. В ходе разбирательства Мажелис Вумин открыто заявила, что ответственные работники от областного и районного Акиматов оказывают давление на предпринимателя. Решением этого вопроса теперь займется палата предпринимателей от Амикен. Я вам сейчас дам свою визитку, вы мне напишите. Мы, значит, встретимся с Генеральным прокуратурой с Атамикем. Я тут вижу явно, явно, это, ну так будет, ничего не хочу говорить, я не судья. Значит, да. Но, значит, я единственное вижу, уважаемые, как бы, руководители областных структур, которым доверены государственные деньги. Я единственное вижу, что, понимаете, прикрываться можно хоть с чем. Но ваша задача эффективно использовать время и государственные деньги. Я от вас не завишу. Вы мне эти слова не даете здесь сказать. Абсолютно. Вы не только не даете слова сказать, вы давите на меня. Абсолютно. Я говорю уже. Я представляю, что как с вами тяжело разговаривать с людьми, которые от вас зависят. То есть это вообще абсолютно. Это уже говорит о том, что вы достаточно очень, ну, как бы, ну, я уверена, что вы хороший специалист. Но здесь должна быть еще, извините меня, политическая составляющая. Во-вторых, вы все здесь, я вам хочу напомнить, государева служащие. Закон для всех един, говорит депутат Мажелиса парламента и посоветовала дождаться решения суда. Третьего по счету. Шинар Уразова, Бауржан Жусипов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании ОТРАР. В языках люди разговаривают. Поэтому здесь понимание другое абсолютно. Продолжение следует...